Добрый вечер, дамы и господа! Сегодня я расскажу вам печальную историю фантастического наследства Маслаева. Примерно за три года до своей смерти Маслаев получил по имейлу следующее сообщение. Некий господин Мугамбе из Южной Африки написал нашему Маслаеву следующее письмо. Уважаемый мистер Маслаев, я представлять один очень богатый человек в Южной Африки. И этот богатый человек умер, умереть совсем недавно. И он завещать много-много денег, 20 миллионов долларов. И я в таком положении, уважаемый мистер Маслаев, что могу довериться только вам. Потому что я делал исследования, и вы показались мне очень-очень солидным и честным человеком. Мне нужен ваш банковский счет, на который я могу сохранить 20 миллион долларов. А вы получать свой большой процент. Но для того, чтобы произвести транзакция, вы должны платить мне 3000 долларов США. Маслаев человек наивный во многих вещах. И особенно в таких вещах, что касается классических мошеннических разводов по имейлу. Поэтому он воспринял данное сообщение совершенно естественно, как будто бы это было правдой. Он не стал говорить своим друзьям о том, что наследство вовсе не ему, что это там такие вот стандартные вещи. То есть он просто не знал, что это стандартные вещи разводы. Что такие разводки случаются каждый день практически. Что я не знаю, кто не получал такого по почте. Но вот он не получал никогда. Да, и поэтому решил, что да, это наступило его счастливое время. Розовая полоса в его жизни. И наш Маслаев побежал сразу же на волне такого счастья. Побежал в автосалон прицениваться к автомобилю Майбах. Такому, ну, как у Патриарха. Он специально купил себе дорогой французский костюм, английский галстук и португальские башмаки. Словом, практически все то, что имело место в пяти бутылках водки. Но только по-настоящему. Костюм, который стоил тысячу долларов. Рубашку, которая стоила пятьсот долларов. Галстук за двести долларов. И башмаки за семьсот. То есть все было очень чин-чинарен. И в таком виде Маслаев заявился уже в автосалон. Прицениваться к автомобилю. Солидный человек в летах пришел покупать себе солидный автомобиль для джентльмена. Ну, почему бы и нет? Ведь Патриарх тоже приценивается периодически к таким вещам. Да и всякие прочие люди. Маслаев еще, к тому же, потрясал новеньким айфоном, в котором показывал фотографии того, какой он великий артист. Собственно говоря, людям из автосалона не было никакого дела до того, а великий он артист или невеликий. Главное, чтобы у него шелестели бабки в кармане. А Маслаев уверял, что уже через неделю он придет и купит автомобиль. Он буквально облизал его языком. Обсидел, обслушал. И, не знаю, даже проехался кружок вокруг автосалона. Так ему все понравилось. И кондиционер, и шикарная МП3-система, и аудио, и мягкие сидения, и приборный щиток. Слава Маслаев сошел с ума. Ему хотелось именно автомобиль его мечты, автомобиль Майбах. Он, конечно же, перевел три штуки баков мистеру Мугамбе. Но ничего не получил взамен. Такова, блин, жизнь поганая. Жизнь артиста. Великого артиста. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Чао-чао.